Через месяц публикации в ТикТоке у меня миллион подписчиков. Майк Мири уже подписан и уже смотрел какое-то время мои видосы. Кринж не существует, видишь? Вот, видишь, кринжанул. Кринжанул, да. Мне не стыдно кринжевать, бро. А я даже не понял, что ты кринжанул. Ну вот, видишь? Я, короче, знаешь, что в моменте ловлю, я вот так вот ходил-ходил по дому, походу. И в моменте я себя ловлю на том, что я су в горшок, блядь, цветочный. Танул. Я вот так вот, я как-то включаюсь, и я понимаю, что я су в цветочный горшок, блядь. Ну, если бы я стал ему говорить какие-то напутствия, он бы такой, это что за дурак? Да-да-да, что за душниш, типа, отстань от меня, я хочу в роблокус поиграть. Йоу, я живу свою жизнь, типа, чувак, ты кто? Для меня мама не авторитет, улица мой дом. Йоу, салют, народ, я Хуэмай, вы на подкасте WhoAreYou. Я создал этот подкаст для того, чтобы научиться у людей чему-то новому. И понять вообще, кто они такие, что за гость ко мне приходит. Сегодня со мной Богдан Гришанов, он же Finger Hustler. What's up? Видеомейкер, блогер, просто хороший человек. Наслаждайтесь. Здорово, бро. Я думаю, что, Бодь, у тебя как бы 150 тысяч в Инстаграме. Да. У тебя 5,5 миллионов в ТикТоке. Расскажи вообще, как вот у тебя жизнь протекает, и ты уже в индустрии 3 года. Что вообще изменилось в твоей жизни за 3 года? Чему ты научился? И что ощущаешь вообще? Ну, давай начнем с того, что до моего блога я вообще не знал, чем мне заниматься. Я был тем самым типом, который учился в 11 классе, и у которого было полное непонимание в глазах, типа, что делать дальше, куда идти учиться и так далее. И как бы блог, можно сказать, открыл мне глаза на то, что мне действительно нравится. Он позволил мне зарабатывать бабки, наконец-таки. Рекс, Рекс. И он направил меня на нужный вектор в моей жизни. Я теперь процентов на 95 знаю, что я буду, в принципе, в жизни делать, наверное, большую часть времени. И это, блин, так круто, чувак. Слушай, у меня похожая история с Хуэмай, потому что я сидел, год назад почти я придумал эту штуку. И сидел такой вообще, кто я такой, типа, чувак, что мне делать? Мне 18 лет стукнуло. И типа, чем вообще заниматься по жизни? Я уже жил один. То есть у меня было право полное там на свои всякие хотелки, что я хочу делать. И получается, я просто сел рисовать. Я решил себя попробовать в рисовании. И мы тут можем на плане увидеть несколько картин. Все, что представлено, все моими ручками было нарисовано. Собственно говоря, первое, что нарисовал, это логотип, который сзади. Он в дальнейшем перерос в татуировку и дальше стал двигать какую-то мысль в общество. И во всю вот эту тему, что оно в себе несет. Я думаю, что я бы начал с истории с какой-нибудь. Да. Давай не с истории. Я вот тут, знаешь, вот тема, которая меня реально парит. В последние дни, можно сказать, недели, я начал чувствовать прям жестко, как время летит просто с конченной скоростью, чувак. Это факт. Вот мне 21, через пару недель мне 22. И вот это тот самый стартовый период, когда я понимаю то, что вот сейчас год за годом будет вот так вот лететь. Ну, могу тут только сказать то, что мне 20 уже. Мы с тобой познакомились. Мы просто очень давние друзья. И мы познакомились. Мне было, по-моему, лет 13 или 14. То есть уже прошло почти 7 лет. И у меня, возвращаясь во все вот эти года, все, что происходило за всю эту жизнь, очень страшно. То, что вот ты понимаешь, что было полгода назад, а это вот было совсем недавно, но столько у тебя может моментов произойти за этот период. Ну, видишь, ты сейчас как бы объясняешь то, что маленький временной отрезок может ощущаться, как супер что-то большое. Это круто. Но я тебе про историю, когда вот ты, например, вспоминаешь то, что было там года 4 назад, и понимаешь то, что ты был на то время абсолютно другим типом, маленьким челом, которому вообще было на все пофигу, который просто жил, кайфовал, каждый день катался на самокате, и у него вообще не было забот. Вот вообще не было забот. И вот сейчас я как бы, ну, понимаю то, что я стал старше, я закончил универ, и вот сейчас у меня свободное плавание. И я пообщался вот за последние дни с некоторыми чуваками, которым 25-26 лет. Я попозже про это расскажу. И вот они меня прям не то, что загнали, а прям вот, знаешь, типа... Поведали эту жизнь. Не то, что поведали, я просто понял то, что меня в конечном счете ждет та же участь, что их главное, главное это вот не дать вот этой истории как бы себя поглотить полностью. Но просто я к тому, что вот, например, давай я в пример приведу мою историю. Я всю жизнь катаюсь на самокате, и вот в мае у меня просто резко в голову вот так вот нужно купить Боимикс. Я хочу кататься на Боимикс. Я хочу, я всю жизнь хотел, и как бы то времени не было, то я ощущал, что я слишком мелкий для него, типа. Ну, вот как ты рассказывал пару дней назад, то, что ты вообще начинал с Боимикс. Вот, да, я изначально, у меня первый Боимикс появился в 6 лет, потом в 9 я понял то, что он слишком большой для меня, и параллельно увидел в Лондоне, когда мы были с семьей чувака на самокате в скейт-парке, я подумал, это то, что мне нужно. Все, 10 лет откатал на самокате, начался коронавирус, я забил, закончил универ, вот прошло 4 года, когда я вообще не катался, я заканчивал универ, и я понимаю то, что на окончании универа я хочу себе купить Боимикс, я хочу кататься, все, и я купил себе байк, и вот сейчас, в сентябре, я поехал в скейт-парк на ЦСКА, и я встретил там типов, которых я знал, типа, в детстве, когда я катался на самокате, когда мне было 14-15 лет. Вот эти чуваки, им уже по 25-26 лет, и вот они мне вот эту всю историю рассказали, про то, что вот там у кого-то уже семья, там у кого-то 25, кто-то уже, ну, они все еще катаются, но они говорят то, что с каждым годом времени все меньше, обязанностей все больше, и типа, вот так вот ты чувствуешь, что ты можешь сделать, например, меньше, чем вчера, потому что у тебя просто восстановление идет дольше, из-за того, что ты, типа, уже не молодой, и вот эти все мысли меня так жестко загоняют, потому что, ну, я понимаю то, что нужно себя держать в форме настолько долго, настолько, насколько возможно, нужно постоянно регулярно ходить в зал, нужно постоянно кататься. Чтоб молодым давать поджогу. Да, и на это, и на это нужно время, чувак. А для того, чтобы было время, нужно постоянно делать тайм-менеджмент себе. А с этим у меня тоже беда. Я очень, типа, просто жезь, короче. Ну да, с тем, как он опоздал сегодня приехать ко мне, чтобы мы заранее выехали и подготовились ко всему. Вот у меня очень большая проблема это тайм-менеджмент. Знаешь, что хочу, Богдан, сказать тебе? Мы вот находимся на подкасте Who Am I? И, собственно, когда мне пришла идея этого подкаста, я думал, чем же тебя удивить? Чем же вот мне тебя удивить вот такого человека, который много чего видел, много чего, как говорится, видал? У меня есть прекрасная моя знакомая, Ксюш Мороз. Ксюш, привет. И мы сделали одну штучку. Да ты чё, угораешь, что ли? Это мне. И мы сделали одну штучку, которая, как говорится, вместе со мной, с моей частичкой, можешь открывать, вместе с моей частичкой и частичкой тебя, твоего нейминга, мы сделали, собственно говоря, то, что находится в этой коробочке. Еее! Чувак! Ксюш Мороз, респект. Охренеть! Здесь выполнен мой логотип. Только на моем логотипе поверх шляпы идет Who Am I? А у Богдана теперь, соответственно, идет Finger Hustler с его фулл-никнеймом. Потому что это первый гость, это первый чувак, который мой друг, который пришел, собственно говоря, поддержать, рассказать свою историю. Это так круто, чувак. Это, ну, это прям прям душа. Я это буду носить, чувак. Я думал, как тебя удивить. Ты меня удивил, у тебя это получилось просто вообще вот так вот. Ты как такая яркая личность. Уже такой много чего повидал. Вообще, на ком ты формировался? Ну, правильнее сказать не на ком, а на чем. Не знаю. Мне с детства нравились вот эти вот экстремальные виды спорта. Всякие BMX, скейты, самокаты, скейт-парки. Вот. Всю жизнь этим горел. У меня все детство были вот эти вот игрушки, тег-деки, вот эти вот скейты, пластиковые, всякие пулы. Вот. И как будто бы вот типа все детство, всю подростковую вот эту вот мою юность я провел именно вот в скейт-парках, катаясь там, общаясь с ребятами, что в России, что в Латвии. Вот, как бы, примарочка. В Латвии я провел с шести до, сколько там, до девяти, короче, с нулевых по девятнадцатый год. Но я только летом там бывал, потому что в девятнадцатом году, потом в двадцатом начался коронавирус. Все, я в Латвии не был. А так каждое лето до этого я проводил именно в Латвии. То есть ты, получается, уже четыре года не был в Латвии. Чувак, у меня там, считай, вторая семья, у меня там просто куча друзей, которые меня ждут, которые знают меня еще до всего, до вот этой моей истории с тиктоком. То есть там вот реально мои вот кенты. Куча их. И я так скучаю по ним. Мы держим все еще связь и очень надеемся, что типа рано или поздно все это закончится и можно будет ездить туда-сюда. Чуваки с Латвии. Шараут. Шараут реально, пацаны. Вообще, я знаю, вы это смотрите. What's up? А, так вот, формировался-то я на чем? Экстремальные виды спорта. Плюс, не знаю, я вот очень люблю музло. Очень люблю рэп-хоп, хип-хоп. Вообще, в принципе, я супер меломанистый тип. У меня, если открыть мой плейлист, можно ебнуться башкой, потому что много, максимально разношерстная музыка, но все-таки преобладает хип-хоп, зарубежный, русский. Вот. И, ну, наверное, да, вот экстремальные виды спорта и рэп. И музыка. Вот это меня наполняет. Обсудим. Знаешь, что хочется обсудить? А вот из фрешманов, из музыкальных, те, кто вообще нравится сейчас? О, есть один белорус. Так. НК? Нет, ну какой? Они уже не фрешманы. Ну да, Сага. Воскресенский на бете. А, бро, я вообще, я мимо этой истории, не знаю, кто это. Но я тебя включал. Включал, да, но то ли я не выкупил, то ли еще что-то произошло. Сквидверт голос. Ладно, послушаем потом. А у тебя кто из фрешмана? Вот есть такой тип, его мало кто знает, но он делает жесткий русский дрилл. Прямо жесточайший. У него есть альбом Olympic Drilling. Чувака зовут Тони Шейх. Насколько я знаю, он из Твери. Не слышал. Вот. Вот это прям фрешмен, который, ну я очень верю в то, что он найдет своего слушателя такого массового, потому что дрилл у него прям вот такой, как надо. Вот прям UK. Но считай на русском языке. Если мы уж говорим про Shoutout ребятам, то Montedime, SuperTrap, ну и наш братишка Левейт. Эй, обязательно, бро. Я знаю, что у тебя все будет, бро. Я знаю. Мы ждем музыки уже пять лет. Toksis стрельнул, бро. Нет, вот Toksis отдельный респект. Чувак, этот тип, который мне так сильно нравится, вот эти вот кружки, вот этот вайп, я его полностью понимаю, выкупаю. Я просто смотрю на него и говорю, бро, ну ты просто ходячий талант. Ты видел его кружок, где он изображает вот этот бро, блок горячий, там что-то опы вот это вот. Как можно столько разных пушек изобразить ртом? Ты прикинь, насколько талантов много у человека, что он такие вещи делает? вообще да, но вот вспомни Кизару десять лет назад, когда он двигал 8.1.2, тоже вот эту всю питерскую движуху, и спустя десять лет, типа вот, даже одиннадцать лет прошло с клипа, где он сидит в тачке, такой на муху похож, просто там весь клип со стволами и со всей фигнёй. Я помню. Такой ещё лысый шкет. Где он взрывает на парковке. Да, охраннику они ещё передают. Но это лютый трап. Жёсткий. Понимаешь, это вот Россия в 2010-х годах. Можно я тебя перебью? Давай. Я был на даче недавно у друга Бати, и он сказал очень хорошую фразу, которую сказал ему какой-то там его дед. вот опять же, когда заходит речь о том, что мир цикличен, этот дед, как ты ему сказал, «Ваша Жорева — это наше серево». Очень жёсткая фраза, типа. Понял? Всё на самом деле, всё повторяется, просто... Ну... Ну, меня это на самом деле радует. Потому что... А потому что, ну, типа, вот как мода, знаешь, меняется. Вот сейчас все подростки ходят в огромных широких джинсах и в дутых кроссовках, как ходили в нулевые годы. В Нью-Йорке, там, в России тоже много таких в нулевых годах, чувак. Как Тимоти. Как Тимоти в нулевые годы, когда он стрелял, ну, вот когда вот это вот, он ходил в розовой кепке там, весь в розовом, на Бейбста, кроссовочках, и просто светил цепками, как Морген, в принципе, вот в двадцатом году. Я, знаешь, вот придет время, уверен, придет время, там, через несколько лет, ну, может, через 10 лет, когда в моду войдут опять скини-джинсы. Такие все будут опять на скини-джинсы ходить. И, говорит, те, кто ходят в широких, типа, те лохи. Лохи. Сейчас просто мне сестра, прикинь, вот утром я выходил из дома, и меня сестра захуесосила. Она говорит, фу, ты идешь, типа, на съемку в скини-джинсах, ты че, лох, типа, сама ходит чисто в таких, типа, огромных джинсах. Я тоже хожу на огромных. Оберсайз. Не, я тоже люблю вот эти всякие истории, вот, но просто я понимаю, типа, насколько сейчас мода реально вот возвращалась, вернулась в нулевые года. Ну, да, стразы, дутыши, широкие штаны, майки, плюс андеграунд, вот эта вот вся тема. Очень круто. Данич, слушаю. Вот, мне, знаешь, интересно вообще подвести к визуализации, вообще, как ты дошел к своим, как я уже упоминал, пяти с половиной миллионам подписчиков, как вообще твой рост происходил, как ты пришел к идее, как снял первый ролик, и, собственно, такая тематика. Мне вот интересно. Ну, вот, короче, одиннадцатый класс, я не знаю, что мне делать. Я понимаю то, что до ЕГЭ остается там считанные какие-то месяцы. Готовиться я готовлюсь, но мне так впадло каждый раз заставлять себя ходить к этим репетам, потому что я понимаю то, что, ну, учеба это максимально не мое, хоть это и полезно, и развивает мозги, и все в этом духе, я это, в принципе, делаю. Меня это не привлекает. И встает вопрос о поступлении, я не знаю вообще, куда мне идти, что меня интересует, но где-то на подкорке сознания моего есть интерес к созданию видосов, но я на него настолько сильно не обращаю внимания, что я даже не беру, там, это всерьез не воспринимаю, да, то есть, что с этим можно как-то связать свою жизнь, и у меня, знаешь, мысли такие, то, что вот, наверное, куда-нибудь банковское дело, какой-нибудь там офисный клерк, кстати, вот в то время мне почему-то очень нравилась романтика, знаешь, вот этих вот офисных чуваков, которые в 7 утра встают, одевают свой костюмчик, берут свой чемоданчик, идут в офис, сидят там с 9 до 6, и едут домой потом вечером в свою квартирку, сидят, отдыхают, и в следующий день так же, не знаю, мне очень привлекала почему-то такая история, но я понимал то, что типа это что-то лажа какая-то, вот, и натыкаюсь, короче, в 11 классе на такого чувака, которого зовут Сэм Джонс, это видеоблогер, который там резал воду 10 часов, там еще что-то делал, но помимо всего вот этого вот шлака, у него был очень эффективный видос, который назывался «Я встаю в 5 утра, и это меняет мою жизнь», и меня сразу это так заинтересовало, потому что я понимал то, что каждый день я ленюсь настолько, что, ну, от того, что мне делать нечего, я ничего не делаю, и мне это гложет изнутри, прямо вот разъедает, я понимал то, что у меня есть потенциал какой-то, я не знаю какой, где у меня там, что круче там работает, чем остальное, да, я прям себя изжирал изнутри, каждый раз я через силу готовился к этому ЕГЭ, у меня все было вообще в заднице, в полной, да, то есть, ну, я просто катался, типа, на самокате, потому что это хоть как-то меня отвлекало там от вот этих всех мыслей навязчивых, что там делать дальше, как быть, и вот натыкаюсь на ролик, 5 утра, я встаю в 5 утра, и это меняет моя жизнь, я его включаю, и он там описывает, типа, базовые действия, которые нужно делать на протяжении месяца, чтобы, ну, не то, чтобы прийти к успеху, просто хотя бы понять вектор, вектор направления, чем нужно вообще в жизни заниматься, я начал проходить этот курс, и, как бы, в первый раз этот курс мне особо ничего не дал, да, то есть, я там провставал сколько-то в 11 классе, сдал ЕГЭ, хорошо, там все сделал, поступил в универ, собственно, первый курс, первый курс ноябрь, я решаю начать вставать заново в 5 утра, вот, потому что я все еще не знаю, чем мне заниматься, деньги у меня только у родителей берутся, то есть, я понимаю то, что это, в принципе, для студента нормально, когда ты живешь на родительские деньги, но в то же время я понимаю то, что не будь там у них трат на меня, они бы могли себе что-то больше позволять, к примеру, и меня это всю жизнь гложило, всегда, вот, типа, я такой, бро, я же могу как бы сам бабки зарабатывать, я уже там совершеннолетний тип, но надо что-то делать, надо, я вот, а я не знаю, что, бро, я вообще не знаю, что делать, с этими мыслями я, как бы, опять зарядился мотивацией, энергией, все, бро, с 1 ноября мы встаем в 5 утра, с 1 ноября, это 2019 год, как работает вот эта вся история 5 утра, этот сам челлендж, он длится 30 дней, и смысл не в том, чтобы просто вставать и там ничего не делать, а смысл в том, чтобы делать те действия, которые приводят тебя, будут приводить тебя к твоим мечтам, к твоим целям, которые ты себе поставил, и которые будут тебя держать в фокусе на протяжении всего дня, чтобы ты не забывал там, к чему ты идешь, чтобы ты не отвлекался на какие-то там второстепенные факторы и так далее, и благодаря этому челленджу я случайно для себя начал снимать мой контент, который я снимаю по сей день. Как это было? Это был обычный будний день в университете, у меня была тогда контрольная по линейной алгебре, кстати, преподаватель Артамонов, не помню, как его зовут, но фамилию запомнил, царствие небесное, умер недавно, услышал. Очень крутой был мужик, чувак, он рассказывал нам на парах, как он пил вино в Грузии или где-то там, очень крутые истории у него были постоянно на парах, очень добрый мужик, дядька такой был. Не суть. У меня была контрольная по этому предмету и всю эту рутинную историю я выполнил. Время там на часах в 7 утра, смотрю рассвет, а ноябрь там уже рассветает уже поздно, и вот в 7 утра там только-только начинает солнце появляться, на горизонте, все дома такие в золотом свете, я прям помню, как вчера, вот, и у меня куча свободного времени, мне на парах там часам к 10, к 11, вот, то есть время там часа 3 есть, и я такой, у меня есть ящик с игрушками, который я не разбирал супер давно, очень давно, и мне очень хочется его разобрать, потому что полка как бы занято, непонятно чем, и надо что-то с этим делать. Я начинаю разбирать этот ящик и нахожу там вот этот вот маленький самокат, который у меня остался еще с детства, с тех самых времен, когда я начинал кататься на фингерборде, параллельно тем, когда я катался на самокате, вот, ходил в фингерборд-школу вместе с Федей Атановым, нашим общим другом, what's up, из армии, и в то время я как бы этот самокат купил, а мне вообще не показался чем-то прикольным, я там пару трюков сделал и положил его куда-то, и вот я его нахожу. На тот момент я уже на фингерборде не катался, там, может быть, года четыре у меня просто все лежало, я уже максимально оставил эту историю, подумал, что это все детство. Вот про самокат я вообще забыл. Чувак, это та вещь, которая, ну, непонятно для чего создана. на тот момент я думал, ты просто крутишь, вертишь. Ты такой, бро, а у меня еще в детстве же были руки маленькие, а он такой высокий весь большой, и я вообще не понимал, как им крутить, Поэтому, наверное, в коробочке осталось. Вот, и я нахожу этот ящик и такой, о май гад, вот это я нашел игрушку детства, начал ее крутить, короче, на подоконнике, там что-то тын-тын-тын-тын-тын. И я смотрю, что-то, блин, прикольная тема, возьму-ка я камеру, айфон, и поставлю, и сниму-ка я пару трюков, просто так, просто вот от балды. А ты тогда снимал не с руки, а просто со стоячего кадра? Я просто поставил айфон, и погнал. Я просто поставил айфон, статичная съемка была, и я просто там какие-то вещи делал вообще, ну, просто трюки, там пару трюков. И пока я ехал в универ, я это все дело монтировал, и когда я вечером собрался это выкладывать, у меня просто лицо покраснело настолько, то, что я понял, типа, бро, что ты делаешь? Линжану. До этого, чтобы вы понимали, до этого я выкладывал видосы только с моей каткой, настоящей на самокате трюки. У меня было 2850 подписчиков, я был относительно известен в узких кругах, потому что я, ну, у меня был относительно такой хороший скилл, вот, и мои видосы очень многим нравились, как я просто катаюсь. И сейчас происходит момент, когда мне нужно выложить то же самое, но с игрушечным самокатом. На всю публику. На всю публику, на целых 2850 человек. Это еще плюс все друзья там, и сразу мнение. Я буквально вчера заходил на этот первый видос, там комменты, типа, лучше бы ФБ снимал, кринж, что-то. Нет, момент, момент. Когда я все-таки решился выложить этот видос, кстати, катализатором послужил мой друг из Латвии, Максим Волокоткин, я знаю, ты это смотришь, большой у тебя шат-аут. Он мне сказал, я ему отправил видос, сказал, бля, я вообще не понимаю, выкладывать это или нет. Он говорит, бро, пуля это очень жестко. Он говорит, бро, выкладывай обязательно. Я говорю, ладно. Я просто нажимаю на кнопку выложить и отключаю телефон, ставлю на авиарежим. Говорю, бро, я не хочу видеть, что там происходит. Не хочу видеть, что мне там пишут. Тебе самому реально было стыдно? Мне было так, ну я понимаю, что это кринж, это просто кринжатина. Ну почему? Не знаю, на то время я вот так думал. Не знаю, может это от неуверенности в себе какое-то было. Типа, возможно, я в себя как-то не очень верил в то время и как-то я подумал, что, блин, меня как-то оценят не так, как я там хочу или что-то такое. В общем, я выложил этот видос и лег спать. Вообще не видя, что там происходит. И я проснулся и охренел просто, потому что я зашел в комментарии, во-первых, ни одного хейта, во-вторых, там просмотров куча. На тот момент их было пять тысяч. И все комменты с огонечками, типа, йоу, так можно? Йоу, нифига, ни одного хейта я там не увидел вот на то время. Ни одного хейта я там не увидел. И я такой, вау, то есть можно попробовать снять что-то еще? Я снял второй видос через пару дней, выложил его, он набрал еще больше. А сколько второй набрал? Я не помню, там, ну, типа, тысяч 20 просмотров. Кстати, сейчас на первом по 50 тысяч уже. Ну вот. И, короче, вот так вот случайно, вот так вот как-то спонтанно я начал делать этот контент. Мне с детства нравились видосы. Нравилось именно снимать видосы и монтировать видосы. Это все пошло еще со времен вот этого самоката. Да там куча контента же было и хайп всякий разный, которые делали в самом скейт-парке. Да, то есть нам было сколько, ну, лет 14-15, 16. Вот тогда была золотая эра контента с самокатом, все снимали видосы, и мне просто супер дико нравилось вот это все монтировать, снимать, наводить какой-то хайп. Вот. И, естественно, это никуда не ушло, и я понимал то, что мне нравится снимать, но от родителей я всегда слышал, даже, знаешь, не то, что они там как-то запрещали мне что-то делать, я просто слышал, что когда речь заходила о блогерах каких-то, было отношение, знаешь, что типа, да кто это вообще, что они там делают, то есть это вообще несерьезно, ты что, даже вообще не смотри в эту сторону, потому что, ну, это пустышка, типа, ничего там нет за этим. И я настолько как бы не воспринимал вот эту вот блогерскую историю всерьез, то, что я на это вообще не смотрел, то есть я понимал то, что банковское дело, там офис, бизнес какой-нибудь свой, но вот в сферу контент-криэйтинга вообще, то есть даже мысли не было. При этом, что снимал с детства и всегда был на камере. Да. Единственные, кто всегда снимал какие-то тусовки, катание на самокате, вообще каждый свой кадр жизненный типа снимал. Да. Я вот, да, я сейчас это тоже вспоминаю, и пазлик складывается такой. Вот. И я помню, почему-то одна из моих целей, которую я записывал в 5 утра, была, типа, я хочу 10 тысяч подписчиков в Инстаграме. Я не знаю, зачем, но я хотел чем-то привлечь внимание людей. Я не знал, просто вот у меня не было идей абсолютно никаких, я думал то, что вот в мое время есть уже все, на чем можно хайпануть. Ну, а на самый вообще клинж ты, наверное, не был готов типа там опускаться ради каких-то. Я вот этим типом никогда не хотел быть и никогда не был, который там орет на весь торговый центр жопа, знаешь, типа вообще вот без таких. Мотивацию надо поднять. вот это, кстати, веселая история. Вот, я вообще в эту сторону не смотрел, я не знал, чем можно людей завлечь, но вот писал, писал, прикинь, вот писал цель, то, что я хочу в Инститете там 10 тысяч, я не знал, чем мне привлечь аудиторию. И вот как-то, видишь, так снял, случайно, получилось выложить, как бы собрал просмотры и понеслась. Вот тебе и 5 утра. А как ты пришел тикток вообще? Это очень хорошая история. Как получилось стать то, что залетел. Это очень хорошая история, потому что до этого, короче, вот я начал контент пилить в ноябре и вплоть до, наверное, мая я это все делал чисто в Инстаграме, а потом как раз-таки брат Сэма Джонса, того самого, с которым я уже потом увиделся вживую с Сэмом Джонсом, он приехал ко мне в Аллы на 9 мая, мы смотрели салют вместе с моста. Вот, потом в дальнейшем я познакомился с братом, с его младшим братом Ромой, который сейчас тоже в жестком анафобизе с блогерами работает, миллионы делает, просто жесткий чувак. Вот, я его тоже знаю типа с истоков, когда у него ни хрена не было, когда он только с Кургана приехал, вообще, то есть типа нулевый пацан, но с жесткими амбициями. И вот как бы в инстаграме он мне один раз ответил на какой-то пост или в комментах написал что-то, или в директ мне написал типа, йо, попробуй твои видосы, которые ты снимаешь в инстаграме, перейдь в тикток, просто заливай так же в тикток. Я говорю, что такое тикток, это детская хрень, там, где девочки снимают, там, как они танцуют и все, то есть типа зачем? Он говорит, бро, твой контент типа идеально для тиктока подойдет, потому что он динамичный, он простой, его могут смотреть в разных странах и там нет как бы ни слов, ничего, просто прикольная картинка и почему бы и нет. Ты залипаешь, просто залипаешь в этот видос и у тебя сами просмотры крутятся. Самое главное же удержание. Сколько пересмотрели раз твой видос, а с твоими видиками это вообще жесть, там можно бесконечно. Вот, да. И короче, он такой, бро, скачай тикток, попробуй выкладывать туда. Я такой, блин, ну ладно, к тому моменту, короче, моя инста выросла до 30 тысяч. Я такой, блин, ну круто, все, я инстаграм-блогер типа. И потом мне говорят, вот, давай в тикток перебирайся. И я такой, ну ладно, похрен, давай попробуем. Скачал тикток, очень долго думал над никнеймом, потому что до этого всего я был Бог Гришанов. Ну как просто фамилия. Да. И я такой, блин, в тикток надо что-то поинтереснее. Я такой, блин, фингер-хастлер. А почему бы нет? Сразу это название кринжовое прозвучало в моей голове сразу, мне оно вообще не понравилось. Но я вбил его и оказался свободный ник. Я такой, ну давай, пусть будет так, потом, может, что-нибудь еще придумаю и изменю. Все, создал себе аккаунт фингер-хастлер в тикток. Снял туда первое видео на секунд 6. Ну что, выложил, зашел через сутки, ноль просмотров. Ноль. Все. Я такой, что за говно? Что вообще, куда мне, что за бред? Такой, ну ладно, давай вторая попытка. Снял еще один видос. Выложил и забыл, что я его туда выложил. Проходит дня 3-4. Я такой, о, блин, что ты выкладывал? Захожу в тикток, открываю уведомления, там просто вот так вот летят, там уже полляма просмотров на втором видосе. Подписчиков там уже несколько тысяч у меня с этого видоса пришло. Я такой, бро, все, вот она, вот она золотая жила, вот она, да, 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 да. И все, видос за видосом пошел. Через месяц публикации в тиктоке у меня миллион подписчиков. Один месяц прошел. Ну это жесткий хасл. Да. А как вообще ощущения? Да я, ну, во-первых, все в шоке были. Кстати, вот знаешь, такого прям бума я не увидел. Что вот не было такого у меня миллион подписчиков. Нет, я, знаешь, меня всю жизнь учили скромности, и я никогда не, там, не кищился, типа, я не показывал в лицо, смотри, что я сделал, миллион подписчиков, я такой крутой, пойдем. Вообще такого не было, бро, я наоборот никому не говорил. Если кто знает, тот знает, то, что у меня такая история, кто не знает, ну и пожалуйста. Ну да, типа, я не говорю вообще, там, что у меня что-то есть. И потом, когда они узнают, они такие, нифига, ты что не говорил, я говорю, а зачем, типа, какая разница? Зачем, во-первых, портить о самом себе впечатление, потому что, ну, уже люди свысока будут. Конечно, конечно, они сразу тебя будут воспринимать какую-то медийку непонятную, как чувака, с которого можно что-то поиметь, возможно, еще хотел узнать, так как ТикТок в одно время хорошо работал. На территории Российской Федерации тоже верните, пожалуйста, уже хочется. Да, пожалуйста, я очень хочу заходить в ТикТок не через онлайн-сим-карту, а через просто ТикТок. Ну, хоть мы и деды, там можно не через онлайн-сим-карту, а есть какие-то просто приложения. Есть какой-то Scarlett, через который сидит моя сестра, я не знаю вообще, как это работает. Есть какой-то мод, но я сделал как ты, по сим-карте, и до сих пор все работает. Вообще, по-любому уже, приходили к тебе какие-то рекламные проектики. Что было интересного? С кем интересно было работать? Наверное, одно из самых интересных это все-таки Амири, бренд Амири, майка Амири. Майка Амири. Я вообще офигел, как это все произошло, как раз таки вот 20-й год, когда вот летом самый мой хайп, когда в Инстаграме видосы сотни тысяч просмотров набирают, в ТикТоке тоже миллионы, плюс там все летит. И в какой-то из моментов я смотрю, я не знал, кто такой Майка Амири, что такое вообще Амири. И я смотрю, мне, короче, лайкает видос какой-то Майка Амири. Прям лично? Да. И я такой, кто это, кто это? А там показано, что галочка. Я захожу на его аккаунт, там галочка, там 1400 подписчиков аудитории. Я такой, блин, прикольно. И написано, что типа он на меня подписан. Майка Амири уже подписан и уже смотрел какое-то время мои видосы. Я не знаю, сколько он посмотрел видосов, но и сколько он на меня был уже подписан, но я вот увидел только летом. Летом 20-го года? Да. А инстаграм я веду с ноября, типа 19-го. То есть коллаборация с Амири была в 20-м году? Нет. Коллаборация с Амири была в 21-м году. Просто Майка Амири меня заметил в 20-м еще. Понял. Теперь понял. И я захожу, такой, блин, прикольно. И зафоловил его как бы обратно. И все. Как бы на этом все закончилось там на полгода. И потом мне пишет его помощник. Его зовут Нима Зарибов. Надеюсь, я правильно произнес. В общем, это типа правая рука Майка Амири. Он говорит, слушай, у нас намечается дроп кроссовок Амири. Больших, не больших, а этих, как бы там была высокая и низкая модель. High и low, типа как Джорданы. И он говорит, мы очень хотим, чтобы ты типа сделал промо-ролик к этим кроссовкам. А они вообще до этого выпускали кроссовки? Насколько я помню, вот этого я, кстати, не знаю. Возможно, это был даже первый дроп. Или у них только одежда. Возможно, это был первый дроп кроссовок, и как раз таки я его рекламил. Но я не уверен в том, что это был первый дроп кроссовок. То есть, да, это... и он говорит, вот, есть варик сделать эти маленькие кроссовки, чтобы ты лично их сделал. Я говорю, нет, чуваки, это делают китайцы, на 3D-принтере их печатают. И только так. Короче, скинул им контакты там нескольких производителей. Они говорят, окей, мы типа с тобой свяжемся. И, короче, сделали мне кучу пар маленьких таких кроссовок эксклюзивно для меня. Амири, вот прям вот на 3D-принтере напечатанный, прям вот идеальная копия их настоящих кроссовок. Сделали мне коробку Амири маленькую, сшили мне джинсы Амири маленькие на пальце. И заслали это мне все и говорят, типа, вот, нам нужен крутой видос, чтобы мы выложили его типа к себе на Амири аккаунт официальный, чтобы Майк Амири к себе его вызвал, чтобы ты его везде пульнул, типа. Я говорю, окей. Да, и они говорят, типа, вот такую-то сумму, типа, мы готовы заплатить, будешь делать. И я понимаю то, что эта сумма, ну, она не отличается вообще от моей регулярной, знаешь, рекламы там за трек, которую я беру. Я такой, блин, как-то, я не стал говорить, что они мало предлагают, потому что все-таки бренд такой серьезный, а я еще, ну, в то время был не прям таким. Зеленый еще. Да, я был зеленый, я, мне не хотелось как-то грубить там, что-то свои условия двигать, потому что это впервые такой, как бы, крупный бренд на меня вышел, и я предложил такую историю, типа, я говорю, вот, у вас есть классные шмотки, давайте вы мне ими заплатите, как бы, сделаем такой, типа, бартер, то есть вы мне шмотки, а я вам классный видосик. Они говорят, да, окей, выбери три шмотки. Вот, я выбрал себе джинсы Амири, худак и тишку. Вот, и, как бы, сделал им классный видос, и они его пульнули везде, меня везде отметили, Майка Амири меня отметил в своем инстаграме. Вот это флекс, я считаю. Кто еще в России, там, из русских рэперов имеет респект от Майка Амири? Как жалко. Жалко ли я? Rest in peace, чувак, это вообще потеря, потеря. Его застрелил, по-моему, 14-летний пацан. Какой-то дебил его застрелил, вообще непонятно взял, влез в дом и просто, бро, это так страшно. Слушай, надо думать, вот какой дурак, вот, например, в России будет светить пачки денег и дорогие тачки и, типа, и номер своего дома. Геолокацию, да? Да, и геолокацию, ну, сразу понятно то, что на лакомый кусочек найдется свой человечек. Особенно в LA, чувак, где-то присупление каждый день там по несколько раз, а все из-за того, что оружие можно свободно носить. Да, не то, что даже оружие, у них можно воровать в магазине до тысячи долларов и на тебя даже, за тобой даже никто не побежит. Потому что как раз таки в тюрьмах места нет. Да. Из-за этого они сделали так. Типа, вот у нас, например, если ты украл уже, по-моему, на тысячу рублей, это уже, по-моему, уголовное дело. То есть, тысяча долларов, то есть, ну, сейчас по нынешнему курсу сто тысяч рублей и, как бы, и тысячу рублей. Да. Это настолько большая разница, даже в... В десять тысяч раз меньше. В мышлении человека. Ой. Для меня с математикой все очень плохо. В сто раз, наверное. Да, да, в десять тысяч. Бро, у меня по профильной математике, по ЕГЭ-62, мне вообще неинтересно. Я вообще ОГЭ сдавал со второго раза математику. О чем тут можно говорить? А какие еще кейсы интересные были? С кем, вот, может, из артистов с кем-нибудь работал? Ну, прямо из больших артистов ни с кем. Получал просто респекты от многих артистов. Есть такой тип, Major Lazer. У, да ладно. Знаешь такого человека? Конечно, знаю. А я не знал, прикинь, когда он мне написал. Это типа же эра Daft Punk, всей вот этой... Вот я вообще не знал, кто это такой. Короче, в чем был смысл? Я открываю Директ, и там сообщение от Major Lazer. Я такой, кто это? Я не знал реально, кто это такой. И он пишет, типа, йоу, салют, есть, короче, тема, нужно там снять какой-то видос на фингерборде, чтобы можно было на твою руку налепить лицо Diplo. Знаешь такой чувак? А Diplo это? Diplo это музыкальный продюсер вроде, или диджей. Где ты слышал по-моему назад? Тоже там многомиллионные треки у него спродюсированные. Я не уверен, что это. Короче, Diplo. Лицо Diplo, и что... Короче, у них там была коллаборация Major Lazer, Diplo, и Tony Hawk вроде. И он говорит, типа, вот у тебя есть там время там 24 часа снять это все дело. Я говорю, ну ладно, типа, окей. Ну пока. И я как-то в этот день я, короче, не успел снять, потому что у меня там какое-то свое дело было. Я уснул, и потом то ли я проспал, то ли еще, что, короче, ничего не состоялось, потому что он сказал то, что вот, как бы, срок прошел, и все, и ничего не получилось. он проспался. Я говорю, ну ладно, там не то, что счастье, я потом увидел, как бы, с кем они сделали эту историю. Есть такой фингербордист тоже в Инстаграме. Сложно они с кем-то другим что-то сделали. Да, 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 да. Сначала они как бы вышли на меня, потом из-за того, что я там что-то проспал, или, а, я вроде им сказал то, что я особо не понимаю, как можно это снять, потому что это должен быть классный крутой кадр, а классный крутой кадр у меня получается только тогда, когда я прям близко снимаю это. То есть там фул руку особо не видно. И я такой, блин, а как это можно снять так красиво? Короче, я начал думать, 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 в итоге, короче, у нас не срослось. И потом я увидел там через несколько недель они сделали такую штуку с этим, короче, чувака зовут Stoned Border. Американский тип тоже снимает видосы с фингербордом, ну, такие простецкие относительно, но очень классные. И вот как раз-таки у него вот такие видосы, которые подошли под вот этот формат, который просил Major Lazer. И, собственно, я такой, блин, круто, и все. То есть никакой обиды, ничего не было, просто такой вот круто. Я бы так не снял, как я снял он, например, я вот так сказал. Я думал, то есть ты один такой. Да нет, много. Наверное, один в плане кто так распиарился и кто красивую картинку выдает все-таки, который более интересно смотрит. Смотри, снимали видосы с фингербордами до меня. Естественно, были типы, но это было, знаешь, настолько все локально и настолько как-то ну, узко, короче, было. А я начал, знаешь, я придумал вот эти вот кроссы, штаны, я научился кататься в этих кроссах на борде. Я начал это красиво снимать, потому что у меня было видение, как можно это красиво вот смонтировать, показать и вот так я как бы и начал просмотр генерировать. Если вы думаете, то, что он делает, это легко, возьмите, купите себе фингерборд, оденьте кроссовочки и даже без кроссовочек попробуйте просто сделать там какой-нибудь трюк, это уже очень сложно. Да. Поэтому то, что еще и в кроссовочках, и в штанах, это вообще жесть, это очень круто. Да, прикол-то в чем, вот ты скейт держишь и у тебя вот здесь мягкая накладочка такая, и ты пальцами голыми все чувствуешь, то есть ты как бы примерно понимаешь, и то это годы тренировок, там месяцы, чтобы там первый трюк сделать какой-то, это не сразу все вот взял и сделал. А когда это еще в пластиковых кроссовках, то... Больше самой доски. Да, то сцепление полностью теряется, ты не понимаешь, как, куда, что крутить, и, естественно, у тебя первое время вообще ничего не получается, и потом как-то я просто вот с практикой у меня пришло это, и более-менее начало получаться. А ты, кстати, ходил в школу ФБ? О, да, это отдельная тема, отдельный респект Нику Уварову, и вот этому, вот этой всей истории про ФБ, к сожалению, бренд закрылся. Да ладно. Закрылся, да, я узнал об этом сам недавно, несколько недель назад. Они живут, они все года существовали абсолютно успешно. Про ФБ закрылся, бро, он ушел в шмотки, он теперь шмотки делает Нику. Очень грустно, да, то есть вот эта вся история, эра ушла. И, в общем, все началось с того, что как раз-таки с тем самым Федем Атановым мы начинали ходить в эту фингерборд-школу. Я ничего не умел, ничего. У меня до этого были обычные пластиковые тег-деки, которыми я катался тремя пальцами и делал вот так вот, типа. То есть, ну просто. И я начал ходить с Федем в фингерборд-школу, там уже вот эти вот чуваки, которые катались на настоящем скейте и параллельно катались на фингерборде, вот они уже делали там настоящие трюки, какие-то там пытались, ну, они классно катались на то время. И я смотрел на них такой, блин, круто. И вот меня Ник поставил там, можно сказать, на пальце, да, он там обучил меня первой базе. Мы туда ездили каждое воскресенье, я помню. Это был, наверное, пятый класс, это был пятый, шестой класс. Мы туда гоняли. Вот. Я помню, мы тогда только-только начинали ездить на метро сами. В детстве. Нас мамы, мамы начали отпускать, и мы ездили в метро на Нагорную в, я не помню, как этот центр назывался, но он назывался «Созвездие». И мы ездили вот в эту фингерборд-школу и учились там в эти трюки делать. Это был отдельный вайб, то есть были контесты там, я даже занимал там места. Бро, я в 13 лет или в 12 лет занял, типа, первое свое призовое место на контесте, я выиграл рампу Black River. На то время это считалось, но до сих пор это самый лучший бренд, самый качественный бренд вот этих вот мини-рамп. Я выиграл там рампу, занял то ли третье, то ли четвертое место, и, короче, прям вот такой вау. Вот, и потом, как бы, видишь, с течением времени это хобби куда-то ушло, я начал просто кататься на самокате, то есть вообще без, я перестал ездить на вот эти вот сходки фингербордистов, типа, все куда-то ушло в тар-тарары, скажем так, и вот, видишь, нашел случайно эту игрушку, и все опять заново возродилось. А вы там, кстати, познакомились с Марселло? Да. С Марком. С Марком. Вот, отдельный, кстати, отдельный поинт про Марселло Мирклс. Для меня он Марк Радовский, типа. Обычный чувак. Марк Радовский, который там был, ну, очень стильным в то время, ну, вот, стильно одевался, катался на скейте, катался на фингерборде, у нас есть общая фотка, наверное, мы ее вставим сюда. Возможно. Я тебе скину, да, я там самый мелкий на фотке с красной сумкой, и стоит Марк вот так вот держит скейт, типа. О, ну, это как все, вот так вот раньше пальцы. И мы вместе с ним стоим, и потом, когда я уже приобрел аудиторию в Инсте, я ему вроде написал сам Марку, такой, йоу, салют, помнишь меня? Он такой, да нет особо, типа, а ты кто? Я такой, да вот я тот, он такой, а блин, да ты что, да, мы виделись по-любому, типа, йоу, ты очень крутой контент делаешь. Больше не помнит, что у него там происходило, какие там школы посещают. Да помнит он, наверное, все. Просто я был, вот опять же, когда мы с Марком виделись, я был прям дитё. Понял? Мне было 12 лет, вот представь, вот ты куда-то ходишь, и там какой-то шкет крутится, там рядом с тобой, который там на года 4-5 младше тебя, и, ну, ты как бы, ну, не воспринимаешь их просто всерьез. Вот, и естественно, вряд ли ты их будешь помнить. Вот. И что-то мы, ну, списались с Марком, он такой, блин, нужно сделать коллабу по-любому, вместе надо что-то снять, типа, с тобой. Я говорю, да, давай, это было еще, наверное, в 20-м году, когда мы с ним списались. Вот, я говорю, да, давай сделаем по-любому вообще. И как-то вещь, то у меня времени не было, то у него, и как-то вещь все еще не словили, даже не виделись вживую еще. Ну, Не, он, кстати, он очень хорошо сейчас делает. Ям с мозга у него сейчас. На самом деле, я хочу просто поделиться, насколько тяжело, насколько было сложно прийти вот сюда, сесть, вообще додумать это все. Потому что, опять же, если мы вспоминаем о том, что столько контента уже снято, и куда уже пихать, то есть мы там можем Жарахов, там, Визрэп, еще кто-то, куча, много кто делает подкасты, но хочется делать с душой. В плане того, что у меня сейчас был очень важный год, последний год университета, я писал диплом, я защищал диплом, это отдельная история, очень неприятная, не то, что неприятная, такая очень волнительная. Я, может, когда-нибудь ее расскажу на публику, но пока что, о май гад, нет. Пока что я этого делать не хочу, но вот в любом случае как бы весь стресс пройден, все пройдено, и вот в этот период, когда я занимался только универом, я контентом вообще не занимался, я на него забил на несколько месяцев, и вот только летом, только этим летом, когда это все закончилось, там в конце июля, в начале августа, я начал потихоньку возвращаться, и вот, и, собственно, так получилось то, что я теперь являюсь партнером одной очень классной фирмы, Тейл Вип, вот, которая, мы, короче, мы начали выпускать свои фингербэй-миксы, маленькие велики игрушечные, мы начали, начнем скоро в разработке уже фингерборды, мои именные, и в разработке, естественно, это маленькие самокаты, которые выйдут, о май гад, какие жесткие, прям фу личный дизайн, да, но я думаю, что можно разыграть-то один байк, например, конечно, мы это разыграем в конце, или сейчас хочешь? Давай сейчас объявим, давай объявим сейчас, короче, специально для вьюхи, у меня для вас такая вот игрушечная история, это фингербайк Тейл Вип, фингербэй-микс, который я принес для того, чтобы разыграть его между зрителями этого подкаста, пишем в комментарии хобби, которое позволило вам понять, что вы хотите делать в жизни. Да, и, собственно говоря, получит у нас человек вот такой вот замечательный фингербэй-микс, вот прям та история, которая за душу тронет, вот тот человек... Знаешь, у меня не было ничего, но я взял лопату, пошел копать огород, и теперь я жесткий садовник. Теперь я занимаюсь сельхозхозяйством, поэтому, да, получит у нас человечек вот такой вот прекрасный BMX за условия, которые мы уже озвучили ранее, да, и замечательный Богдан выберет у нас человека по своему, наверное, усмотрению, история ему просто понравится. Да, да, давайте так. Слушай, бро, вот на самом деле вспоминаю нас в детстве, и я бы никогда не подумал в то время, что мы будем сидеть вот тут сейчас и что-то обсуждать вот в такой атмосфере. и снимать вообще что-то, особенно подкасты, я никогда в жизни бы не подумал. Я всю жизнь хотел снимать влоги, но чтобы делать подкасты, влоги, потому что я вырос на Кате Клэп. Кате Клэп. и я себя ловлю, я себя ловлю просто на дикой идеареализации. Это, ну, это просто жесть, когда ты смотришь все подкасты, в основном, ну, с экрана, телефона, все такое маленькое, а ты сидишь, и у тебя вот эти вот живые эмоции, ты видишь, как это все внутри, от первого лица, и невероятно просто. Я даже не знаю, какие эмоции можно ощущать сейчас, кроме, ну, идется, как идется. Это круто, да. Вот знаешь, кстати, в последнее время, вот что хочу сказать, начал замечать очень жестко, во-первых, я хочу сказать, что я верующий человек, я верю в Бога, потому что, ну, опять же, у меня был период, когда я относился к этому со скепсисом, типа, мне все вокруг говорили, да это что, вообще, этого нет ничего, это там, ну, сказки какие-то, церкви, это бизнес-центры, на которых деньги зарабатывают. Возможно. Вот. Но потом, вот с течением жизни, начали происходить все более и более какие-то там серьезные ситуации, и я начал обращать внимание на то, что все, как ты знаешь, происходит в мою пользу, но я к этому не прикладываю усилий никаких. То есть, да, возможно, я там что-то для этого сделал, но есть ситуации, когда от меня ничего не зависит, но происходит все так, как я хочу. Просто судьба. Да, но, видишь, каждый это называет по-разному. Я просто, типа, верю в высшую силу, на самом деле. Вот такая вот тема. Знаешь, у меня есть такая тема, я в принципе не верю, но у меня есть свой какой-то, грубо говоря, Бог, к которому я могу обращаться, или которого благодарить после каждого дня. Именно благодарить, а не говорить спасибо, потому что, типа, спасибо, это типа спаси меня. Да, ты просишь как бы спасти тебя, спаси Бог, а именно благодарить просто потому, что, ну, ничего просто так в нашей жизни не случается. Если ты себе закинул мысль, ты об этом просишь, а если ты это попросил, ну, вот сидя там, например, хочу, 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 пожалуйста, вот как-то так, то это уже какой-то смысл мистический, что ли. Ну да, да, вот, и типа, на самом деле, просто, ну, случались ситуации, когда я просто не понимал, как просто произошло так, как я хочу. Вот просто ни с чего. Вот, и как бы у меня мама глубоко верующая, она мне всегда это все детство говорила. Вот, я в детстве был очень много в разных там храмах из-за того, что мама верующая. Вот, но типа в детстве я особо не понимал, что это такое, мне всегда не хотелось идти, ничего делать. Вот, видишь, а вот стал взрослее и начал это все понимать. Я не прям там религиозный такой чувачок, я там не соблюдаю ни посты, ничего, но вот всегда помню там молитву при каких-то там важных событиях, я всегда как бы читаю и мне помогает. Знаешь, вот Тейп тоже говорил, он верующий и вызывал несколько раз, как называется, вице-пастором. Освещать квартиру, да, освещать квартиру там или что-то такое. Это очень круто на самом деле, потому что вера, она как твой психолог, только он исходит от тебя. Да. Потому что, ну, ты обращаешься, ты говоришь, что ты хочешь или какую-то свою проблему и, я не знаю, как ты, получается, делаешь самоисцеление. Ну, да, вот ты еще, кстати, сказал очень такой классный момент, что у тебя есть какой-то свой бог, которому ты там обращаешься, что-то просишь иногда. Вот религия, это, знаешь, одна просто из, один из способов общения с богом, мне кажется. То есть вот эти вот молитвы, которые все читают, это тоже вот способ достучаться до него, потому что, видишь, у тебя есть свой какой-то бог, ты как бы к нему стучишься. А есть просто вот молитвы, которые люди используют, чтобы тоже как-то информацию дать. нечистоты, на которые нужно прыгнуть, и тебя услышат. Да, да. Просто реально, чувак, ты не представляешь, насколько много произошло фигни в последнее время у меня в жизни. И из этой всей фигни я смог вылезти и в пользу для себя. Вот знаешь, что самое интересное, я никогда бы в жизни не подумал, год назад даже, что буду сидеть здесь, думать уже в какой-то другой вектор, более обширный, который занимает сто процентов моего мозга, и не думая ни о чем другом. На самом деле, это лютка вот музыка, подкаст, что-то более медийное, потому что хочется раскрывать себя, как человека и узнавать других людей по этому подкасту. Не интервью, потому что интервью, скорее ты получаешь информацию, чем ее отдаешь. Да. Еще очень тему важную хочу затронуть. Благодарность. Благодарности. Это вообще, я считаю, одна из фундаментальных вещей для достижения успеха. Потому что, когда ты благодарен за все, что у тебя есть сейчас, Вселенная, Бог, как хотите, называйте, видит, что ты ценишь то, что у тебя есть, и дает тебе еще больше, чтобы ты это тоже ценил. А когда у тебя там есть, ну, когда ты не ценишь то, что у тебя есть на данный момент, ты говоришь, вот, если бы у меня там был Бугатти Верон, я бы был самым счастливым человеком на планете. Бро, когда у тебя будет Бугатти Верон, ты также будешь несчастен и будешь хотеть чего-то другого. Будешь хотеть двухметровую, двухсотметровую яхту и говорить, бро, зачем мне это Бугатти? Просто человеку всегда мало. Да, если ты счастлив без машины, точнее, если ты несчастлив без машины, ты не будешь счастлив, когда она у тебя появится. Каждый день, когда я просыпаюсь, вот в последнее время я благодарю просто, ну, Бога там, за то, что у меня вот есть на данный момент, за то, что у меня живы-здоровы, там, родные, близкие, за то, что я жив-здоров, за то, что я могу банально, вот, за банальные вещи очень важно благодарить, например, за то, что я просто могу видеть этот мир. Прикинь, сколько слепых людей ходит. Они никогда в жизни это ничего, вот то, что вокруг нас сейчас, они не увидят этого, бро. так же очень, ну, вот сейчас последнее даже актуально, прикинь, сколько инвалидов, которые ходить не могут, бро. Прикинь, ты просто ходишь по земле, у тебя есть этот дар, и ты это не ценишь. Я вот в последнее время начал реально каждое утро и каждый вечер благодарить за то, что у меня это все есть, за то, что я здоровый, за то, что я там в достатке живу, за то, что у меня родные, близкие все здоровы, за то, что у меня кошка жива, которую я, блин, люблю. Невероятно. И у меня вот глобально в жизни все хорошо. Я так за это благодарен, чувак. То есть, несмотря на какие-то проблемы там в личной жизни, там какие-то финансовые проблемы, возможно, если они есть, да, вот всякую вот эту мелочь, важно акцентировать внимание на другом, на том, что у тебя уже есть и вот все хорошо глобально. Просто остальное от тебя зависит и все. Вот благодарить очень важно всегда. Всегда и за все, чувак. По-любому. Ты сказал про кошечку, и я аж про свою вспомнил. Браво. У тебя она где? У родителей живет. Ну, просто ей уже 13 лет. Моей 10, чувак. У нас днюха в один день. Моей 10 лет. И ей вот 10 октября будет 11 лет, чувак. Это кошка, которая выросла со мной, которая прошла, ну, которая меня помнит ребенком. Это кошка, которая прошла все со мной. И не дай бог, что, бро, благодарю каждый день, что она жива. Да, это факт. А у меня, ну, считай, тоже мне 20, а ей 13 лет. Типа, она 7 лет со мной. 7 лет. Это я даже, даже еще не был сознательно мыслящим человеком. Ну, это жесть, это очень круто. И смотря на то, даже переводя, сколько ей лет. Типа, у них же на 9 умножается. Я не знаю, вот этого я, я не помню, но там какая-то существенная цифра. На 9, ну, даже если вот возьмем на 9, ты вот прикинь, ей там за 100 лет уже. Да. по-человечески. Чувак, я видел в ТикТоке кошку, ей типа 23. Прикинь, человеческие года. 23. И она уже там еле ходит такая, но ее там любят, там оберегают. Прикольно, прикинь, до с каких лет могут жить кошки. Ну, это да. Ну, вот знаешь, меня вот очень пугает, насколько тяжело вот с ними вообще расставаться. Чувак. Потому что это даже больнее, чем там расставание там с девушкой, какой-нибудь или еще что-нибудь там. 100%. 100%. Чувак, просто животное, понимаешь, кошка, вот возьмем кошку, это же существо, которое любит тебя бескорыстно. Бескорыстно. нет, нет, в смысле? Она когда захотела, чтобы ее погладили, она пришла, ты ее погладил, она ушла. Да, но это видишь, это все такое детское и наивное, то есть ты понимаешь, что это вот этот комочек мягкий, живой, он хочет от тебя ласки какой-то, ну, типа, он же тебе вреда никому не принесет. Вот самые настоящие, это животные родители. Да. Потому что я вот сегодня, пока мы сюда ехали, я смотрел, где-то прочитал, по-моему, то, что вот вы можете доверить все, что угодно своей матери, потому что мать никогда вас, типа, не подставит, не обманет, но это тоже ситуация, как-то всякое бывает в жизни. у кого, да, у всех, как бы, разница ситуации, но просто я маму люблю, мам, ты знаешь. да, шараут, шараут, маа. Кошки это вообще жесть, кошки лучшие животные на планете, собаки не могут быть круче кошек априори. Я вообще, я, во-первых, боюсь собак, именно больших таких. Вот у меня только вот с 18 лет появились некоторые страхи, там, например, высоты, очень сильно стал бояться высоты, и больших собак. Вау. Вот именно такие питбули. Ну, это жесть, конечно, ты прям прикинь, ты смотришь, и он тебя съест. Ну, да, у него слюнка еще стекает, и он на тебя смотрит такой, да. А вот на таких маленьких собак, я просто не понимаю смысл. Смысл чувствования. Чисто в сумке носить, знаешь, но они все трясутся, дрожат вот так вот, непонятно, вот так смотрят на тебя, типа. Моя любовь, это акита. Акита американская. Шибаину тоже есть такие, только у Алины Микевич. Шиба, это маленькие, да, и вот большая, но мне все-таки вот из всех акит, мне нравится американская, она такая пушистая, у нее несколько цветов, она вся переливается, и это как маленький мишка, и как маленький панда. Но для таких собак, вот я бы, если бы хотел бы себе собаку заводить, я бы это сделал, когда уже был бы дома. Да, конечно. Потому что мучить... Мне простор нужен. Мучить животное с квартирой, особенно такую здоровую собаку, насколько ей некомфортно, и неудобно. Чувак, вот вспомнил очень душераздирающую историю, вот в деревне был у бабушки, и там я с подружкой гулял вечером, мы идем просто вдоль дороги и видим, ну там, знаешь, обычная дорога, частные дома стоят, и мы видим, как лежит Акитаину, породистая собака, породистая собака. Лежит просто без... Ну она с поводком, но лежит как бы на дороге, на траве, непонятно чья, непонятно знаком. Эта девочка очень любит животных, она, естественно, подошла, начала гладить ее, и она увязалась с нами, мы там дальше пошли, и она увязалась с нами, и в итоге она просидела с нами всю ночь, там мы в 5 утра разошлись, она там отвела ее к себе, потому что было непонятно вообще, откуда она, где она и что она, вот, и потом только через пару дней мы узнали то, что эту собаку подарил какой-то женщине вот из деревни, где живет бабушка, просто ее сын подарил, короче, щенка этой женщине, он на нее вырос, слишком, ну, здоровый был, и она поняла, что она не справляется как бы с уходом, ну, в общем, она передала эту собаку кому-то еще, эти кто-то передали еще, и, короче, вот так вот сменилось 5 хозяев, она никому не нужна там, я даже сториз выкладывал к себе на второй аккаунт в инсту, как бы, типа, йоу, ребят, если кому нужна китаину, там, полтора года ей всего, понимаешь, она вся грязная ходит, ее вычесывать нужно там, ее вообще, она там просто по улицам шляется, непонятно там, очень жалко, прикинь, а китаину, а китаину стоит, я посмотрел на авито, щенки там от 30 до 100 тысяч рублей за щенка, просто ходит бесхозно, я очень жалко. Это да. Самое вот, когда люди хотят взять ответственность за животного, не справляются с ней, просто пытаются эту ответственность на кого-то другого перекинуть. Это очень грустно, на самом деле, да. Типа, ну, вот этот, вот знаешь, этап выбора питомца, он должен быть не только связан с тем, блин, хочу такого, потому что он красивый, классно выглядит, а это, ну, огромная ответственность по уходу, по выгулу, еще почему-то, то есть, ну, чем экзотичнее порода, тем сложнее уход за ней, мне кажется, потому что, чем экзотичнее, да, чем породистее пес, тем там у него, возможно, там хуже иммунитет, из-за того, что там слишком много генных каких-то вот этих вот переплетений, да. Вот, ну, короче, жесть, очень много реально покупают и хрен забивают, очень обидно. Богдан, вот как ты думаешь, ТикТок съедает мозг? Очень хороший вопрос. Стой, я чуть-чуть отведу, потому что есть картина с правой стороны, где изображена рука, моя рука с телефоном, который уже, соответственно, прирос к этой руке, и ТикТок стал неотъемливой частью нашей жизни, где мы постоянно листаем ленту. Ну, давай, скажем так, не ТикТок, а уже Инстаграм Рилз, уже Ютуб Шот, уже всякая вот эта вот хрень, ВК-клипы. Ну, что могу сказать? Смотри, раньше, когда это все только-только зарождалось, я ловил себя на мысли, что, типа, ну, я могу контролировать, да, там, сидение, там, сколько я времени провожу, скроли ленту, скроли видосы. В последнее время, меня это даже пугать начало, я перестал осознавать действия, которые я совершаю в телефоне. Я захожу в телефон, машинально захожу куда-нибудь в Инстаграм, меня затягивают истории, посты, я там уже 20 минут сижу и такой просто вот так очухюсь, говорю, блин, что я делаю, типа. Это факт. Захожу в ТикТок тоже, просто вот так вот без конца листаешь, там проходит там полчаса и ты только потом осознаешь, блин, почему я смотрю там, как азиат какой-то режет арбуз там и вставляет его куда-нибудь в землю, типа, для чего-то на хрена я эти видосы смотрю. Ну, это на самом деле такая тема, что ты как можешь сам снимать, так и продолжать смотреть. Вот смотри, у меня, у меня просто вот, я вот осознал всю жесть, потому что я же, ну, изначально в ТикТок пришел создавать контент и параллельно, естественно, я его смотрел. В последнее время я начал ловить себя на мысли, что я перестаю создавать и продать. И только смотрю. Только смотрю. Чувак, это очень страшно. Это вот, типа, одни из тех вещей, которые нужно пресекать на корню, потому что, йоу, есть два типа людей, одни смотрят, наблюдают, а другие делают. Да, авторы делают. И вот нужно быть тем типом, который делает. У человека у нас и так много зависимости, даже если не брать телефон. Не беря во внимание, так можно сказать, если что. А, да? Не беря во внимание? Да. Вот даже телефон, потому что, ну, у тебя есть там алкоголь, никотин, даже, ну, информация тоже зависимость. Вот как вот ТикТок, ты просто заходишь от незнания того, что ты хочешь, начинаешь листать. Да. И знаешь, вот как Фреймтеймер объяснял, Санечка, то, что каждым разом ты, типа, погружаешься глубже и глубже в эту историю, и, ну, ты начинаешь смотреть просто то, что тебе вообще неинтересно. Ты просто сидишь и ждешь, пока это закончится, чтобы посмотреть другое. И вот так вот, прикинь, а, вот, затронул, затронул же тему в начале подкаста, как время быстро летит. И как эта штука съедает наше время. Вот этот вот контент, который мы смотрим без конца, рилсы, ТикТок, это же реально убийство времени. Прикинь, ты бы это время мог потратить там на прокачку себя, на чтение книжки, которая принесет тебе знаний куда больше, чем сраный ТикТок. Но ты продолжаешь в нем сидеть и ненавидишь себя за это, бро. Это ужас, это проблема. А вот если бы ты брал бы, например, после каждого просмотренного ТикТока снимал бы, ну, как, не пародию, а типа, ну, взаимствовал бы идею, такой, посмотрел, снял, посмотрел, снял, это уже было бы совсем другое. Объясню, я себя так успокаивал одно время, когда я очень много смотрел ТикТока, и я такой, да я просто ищу идеи там для установления своих роликов. Я просто, типа, знаешь, сижу там полтора часа, я такой, бро, я ничего не нашел, типа. Что-то нету идеи. Я ничего не увидел, просто просидел, просрал полтора часа, просто полная жесть, чувак. Вот проблема с тайм-менеджментом у меня серьезная по сей день. Это первый год, когда я не учусь. Сейчас конец сентября, и я не учусь, у меня нет вот этой вот ответственности учебы, я очень рад просто за то, что это все закончилось, но в то же время я понимаю то, что сейчас все зависит только от меня самого лично. Как я буду распределять свой день, так будет, так от этого будет, как бы, моя жизнь не строится. И, ну, пока что у меня с тайм-менеджментом все хреново, я тебе так скажу. Ну, тут надо просто работать. Знаешь, никто, кроме тебя, тебе ложку золотую не положит, сахарную в рот. Естественно, я это все понимаю, конечно. Поэтому, ну, ты всегда опаздывал, в принципе, у тебя всю жизнь проблемы с тайм-менеджментом. Важные люди не опаздывают, они задерживаются. Ну, да, у нас дела у прокурора, а у нас делишки. Как говорится. Бро, видишь, я облился. Не как обычные накачивания, просто каждый раз. Засрал Big D Club. Да, кстати, шараут Гуди. Говори, Мордан, я весь подкаст жду, пока ты навалишь к ним. Скажи какое-нибудь слово. Вот какое... Какое-нибудь сложное слово придумай. Табуретка. Нет, другое. Другое слово. Гигдан Башаров. Гигдан Башаров. Мне нужно слово, которое можно переделать легко. Ну, стадикам. Стадикам? Стадикам. Нет, 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 это английское слово, нужно русское слово. Окей, давай, телефон. Тоже отмена. Вот знаешь, мне в голову пришло... Ты какой-то непровенциальный. Да-ю-марин. Смотри, в голову пришло слово настойка. Так. Вот есть настойка, а есть насядька. What the fuck? Ну подумай. Это было очень сложно. Насядька? Ну вот настойка, типа стойка. Насядька? Стойка, бро. Ну знаешь, старорусское выражение, типа стой. Ну. А бывает, говорят, стойка, типа постойка. Постойка, бро, там что-то не так. Ну. Стойка, сядька. Кринж, ебаный, я вообще люблю кринж, типа я, я вообще считаю, что кринж... А ну в принципе кринж удался. Кринж не существует, видишь, вот, видишь, кринжанул. Кринжанул, да, мне не стыдно кринжевать, бро. А я даже не понял, что ты кринжанул. Ну вот, видишь, сейчас они будут смотреть и будут, бля, есть, это тупые шутки, которые вот я, у меня вся, вся жизнь состоит из этих тупых шуток. Я каждый раз переделываю всякие слова, предложения, каламбуры обожаю, бро. Если вот реально будет конкурс по каламбурам, мне кажется, я выиграю. А что ты смеешься, реально говорю? Или вот есть тип, в ТикТоке я сейчас сижу и там, вот, контент тупорылый пиздец. Вот типа, есть тип, который представляется, типа, знаешь, есть всем привет, леди и джентльмены. А он, ну вот, hello ladies and gentlemen в английском, а он говорит hello jadies and landlemen. Просто буквы заменил. Просто переставил. И вот знаешь, что он делает? Он, у него турник вот так вот висит, перекладина между, между какими-то дверьми, короче. И он берет, просто в проходе. Нет. И он такой, типа, сколько там крекеров может меня выдержать? На этой перекладине. Он берет там упаковку крекеров и вот так вот на нее вешается. Это все, естественно, ломается. Он просто падает на пол. И там вот разные вещи он берет. Там сколько кружек меня выдержит, сколько веревок, там сколько чайных пакетиков меня выдержит. чувак нашел свою нишу. Нашел свою нишу, да. Видишь, я просто к тому, что каламбуры даже в Америке сейчас начали хайпить. Мне нравится, как у нас стендап-культура очень выросла. Что хотя бы, ну, есть достойные ребята, на кого можно сходить, послушать. Знаешь, кто мне из последних нравится стендаперов? Абу-шоу такое есть. Не слышал. Короче, тип, который приходит, ну, выступает перед аудиторией, у него нет материала своего. Знаешь, что он делает? Он берет микрофон и кидает в аудиторию кому-то. И тот уже начинает разгонять. И тот уже говорит, он говорит, ну, представься, кто ты. И он такой, ну вот, я работаю там менеджером, он говорит, а кем? И там, короче, он просто начинает это разгонять и все угорают с этого. Но для меня в стендапе сохранились, наверное, ну, Собуров, Комиссаренко, Кусович. Ты слышал, что с Комиссаренко произошло? Да. Женился на вебкамщице и узнал об этом только в середине медового месяца. Только после свадьбы. И там, по поводу того, что типа... Как он отреагировал. Да, как он отреагировал. Катя Кищук вообще сказала, типа, сказала бы, вот, у меня самая лучшая вебкамщица, типа. Ну, сказал бы, да, то, что типа, вот, вы на нее дрочили, а я вот с ней сейчас такая фигня. Но вроде как она удалила все фотки с ним, вроде они растают. Ну, это жестко, если это так, не дай бог вообще прикинь, так попасться, все, прикинь ты, сколько бабок на свадьбу угробил. Ну, я не знаю, сколько слав зарабатывать, наверное, ну, даже не считая бабки, вот прикинь, у тебя есть какие-то чувства с человеком, но это как, типа, узнать то, что твоя девушка проститутка. Да, это вообще неприятно. Ну, не проститутка, а эскорт-модель. Я извиняюсь, мы в современном мире живем. Чувак, это жестко. К сожалению, в мире сейчас такого до хрена. Ну, сейчас вообще какой-то гипер развращенный мир стал. Я вот даже слушаю рэп, вот последний, который выходит, там все на какой-то женском половом органе построено, там, на всякой... Да вообще, типа, знаешь, у людей развязался язык, мне кажется, очень сильно в последние годы, типа, ну, реально стали прям полную жесть говорить, когда там, ну, взять тот же сектор газа, да, вот этот Юрий Хой. Панки Хой. Или там, кто там еще? Ну, короче, вот, даже они такого себе не позволяли. Ну, они позволяли себе пожестче, знаешь, по-худски. У них просто не было интернета такого в тот момент. Да, они, понимаешь, дети обходили их стороной. Ну, да. Дети, типа, не слушали их. Сейчас самая проблема, то, что все это в настолько открытом доступе, что, ну, даже пятилетний ребенок может зайти сейчас и впитать это все. Питать? Да, это жестко. А как по-другому? Типа, на самом деле, на самом деле, подожди. Я просто, у меня слово впитать ассоциируется с Мишей, потому что за шубки в том. Он впитывает постоянно. Нет, вот знаешь, слово впитать, для меня это синоним схавать, захавать. Типа, знаешь, если тебе что-то сказали, ты промолчал, ты впитал. Плохо, похо мне. Да, да, да. Вот. Жесть, короче. Вот меня, вот, удивляет за счет того, что это настолько открыто, что у меня сестры, которым по 7-8 лет, они уже знают какие-то английские слова, причем сами. Нигде там ни родители не способствовали на это, ни еще на что-то, а просто как... Ну, как факт, что они там где-то услышали и запомнили. Они просто смотрят ТикТок. Типа, и все, и за счет этого их идет формирование вот это детское. Да. ТикТок как развивает, так и деградирует на самом деле. Да, больше, знаешь, все-таки, я думаю, что... Смотри, какая история. Окей, объясню, ТикТок очень умный, ТикТок очень умный, умное приложение, которое основывается исключительно на твоих интересах. Вот что ты любишь смотреть, на каком видео ты больше всего останавливаешься, какое видео ты пересматриваешь, репостишь, там, сохраняешь. Такой же контент, он тебе и показывает. И большинство людей идут по легкой дорожке. То есть, если им попадается какое-то сложное видео, где нужно подумать, включить мозг, там, решить какой-то пример, или там, решить какую-то задачку, там, логически, там, помыслить минуту, они проматывают. Им нахрен не нужно включать мозг, они просто тупят, блядь. И поэтому, и поэтому TikTok, скорее всего, больше развращает, типа, там, убивает твой мозг, чем чем-то наполняет, потому что очень мало процентов людей, очень маленький процент людей останавливается вот на этих вот интересных вот роликах, которые нужно там что-то посчитать, подумать, угадать. К сожалению, все просто смотрят на то, как там, чел пердит там куда-нибудь на него везде. Ну, это факт, да. Это жестко. Ну, а что, из последнего контента, но там вообще не на что смотреть. Смотря, конечно, как у тебя настроена лента рекомендаций, а вот это, это уже полная жесть, потому что ты можешь сказать что-то, вот, не трогая телефон, а потом найдешь это у себя в ленте рекомендаций. Чувак, у меня просто так каждый раз, когда я там, знаешь, нахожу какой-то трек, шазамлю трек, шазамлю трек, неизвестный вообще никому, начинаю вбивать в Ютубе одну букву, например, С, и у меня вылезает сразу вот этот трек в предложке. Неизвестный нахрен трек, который мог вообще не вылезти там. Я такой, я каждый раз такой, офигеть, как ты это знаешь, бро? Ну, ТикТок, именно как само приложение, умный тем, что ты можешь задержаться на одном видосе, а потом у тебя все рекомендации будут просто в этом говне в одном. это работает. Ты, короче, представь, ты на толчке сидишь, листаешь ТикТок, и когда тебе нужно вытерезательство, ты откладываешь телефон, и какой-то видос крутится, ты будет 40 раз. его. Не, ну, кстати, не настолько, его достаточно посмотреть просто фу. Ну, да. И все, и дальше у тебя все. Не, ну, он же анализирует, сколько раз ты его пересмотрел, типа, насколько сильно он тебе понравился. Что-то я еще, а, знаешь, от чего я кайфанул дико этим летом? Я очень давно хотел запечатлеть бабушку и дедушку на камере. У, ты рассказывал. Я рассказывал тебе, да, но я еще раз хочу рассказать. Короче, я этим летом запарился, и я взял интервью у бабушки и у дедушки отдельно о том, как они жили, типа, что у них было в их время, что они делали в свою юность, в детстве, где они были, где они родились. Это настолько ценные кадры, типа, прикинь, ну, вот, мои дети это будут смотреть. Это очень круто. Прикинь, если бы у меня сейчас был ролик моего прадеда, который там на камеру рассказывает, там, как он, например, воевал, или там, как он в детстве там на избе спал, условно, какие-нибудь факты из его жизни, блин, прикинь, как круто было бы. А я, к сожалению, не знаю, то есть я бы, у меня нет такого видоса, я вот для своих будущих детей записал интервьюшки с бабушкой, с дедушкой отдельно, чтобы они хоть чуть-чуть больше узнали об их жизни. Это, блин, вообще, я прям, я когда это сделал, у меня прям как камень с души, прикинь, не дай бог, что случится, там, тьфу-тьфу-тьфу, да, но, ёу, я прям это сделал, я кайфую. Я вот кайфанул, расскажу про тоже родителей, у меня отец с мамой не вместе живут, и получается так, давно отца не видел, и у меня вот был день рождения, 20 лет, в сентябре, и я чисто выделил два дня, поехал к нему, мы поделали, знаешь, первый раз в жизни, салфаки какие-то, фотки, типа вообще просто, это очень важно, просто провели, типа дни вместе, и мне было очень интересно полистать, знаешь, альбомы с фотками, там, прадедов, там, всяких бабушек, дедушек, узнать вообще, типа, свое поколение, вот, по фамилии, там, до какого-то колена, что-то вот интересное, как вообще строилось это все, потому что, ну, мы, это, ну, огромная часть того, что уже прожили наши предки, да, потому что, ну, я очень кайфанул, потому что, ну, знать, например, то, что всю твою семью раскулачили, сослали в Сибирь, это, это жесть. Офигеть, реально такое было. Да, типа, у нас было огромное количество сельхозхозяйств, всяких разных, там, очень много территорий, и нас просто пришли вот гады, вот эти вот все, которые не хотят работать. у меня, да, я вспомнил, у меня бабушка тоже рассказывала, как ее деда, также раскулачили, то есть, типа, все в колхозы отдали, то есть, все имущество забрали, корову там, еще что-то, и все, оставили ни с чем. Это вот на самом деле очень интересно и жестко, и всем советую узнать пока не поздно про себя, своих близких, что ты вообще из себя представляешь. Да, ребят, очень важно, если бабушки и дедушки все еще живы, либо если бабушка, там, дедушка, кто-то один остался, неважно, поставьте камеру, и задайте просто пару вопросов там о том, как они жили, это супер важно, прикиньте, у вас будет, типа, на всю жизнь, какой-то, ну, память на века, на поколение о том, вот о конкретном человеке, о вашем родственнике, который там, возможно, что-то даст вашим детям. Это, блин, круто. Обязательно такое надо сделать. Я вот всем, всем реально рекомендую это сделать. Это, знаешь, это ощущение неописуемое просто. Ну, у меня с отцом, как, там, похожие реплики, слов, даже когда ты, ну, вот он встал, например, облокатившись там на что-то, и ты машинально не замечаешь, как ты точно так же встаешь. Да. И я такой, what the fuck? Это настолько круто, потому что, ну, ты произошел от этого человека. Да, потому что я могу увидеть самого себя, как бы, в дальнейшем. Через призму другого типа? Ну, нет, ну, я могу увидеть напрямую самого себя через отца, как бы просто, который старше, потому что он все равно мыслит, наверное, ну, плюс-минус так же. Конечно. Я вот тоже, вот, в последнее время, из-за того, что он начал плотнее общаться с отцом, из-за того, что я ему там помогаю с его проектом, в монтаже, в принципе, там еще, я начал намного ближе с ним общаться, и я начал, знаешь, обращать внимание на какие-то неоднозначные вещи, то есть, я начал видеть прям, как я на него похож сильно. Какими-то повадками, какими-то там малейшими вообще штуками, там, ходом мысли, походкой, не знаю, там, ну, просто я понимаю то, что это мой, блин, батя, и он реально, как я, ну, в каких-то вещах очень похож. Точнее, я на него похож. Очень интересно. У меня вот это вот всегда, не всегда точнее, когда я это понял, меня это прям передернулось, потому что, ну, вау, от чего еще можно такие эмоции получить. Вот ты прикинь, на два дня уехать, в свой день рождения, я не хотел отмечать, я вообще не хотел ничего. Мне просто надо было понять, что хочу, чуть-чуть отдалиться, подумать, вот эти два дня, и потом вернуться. Вот как раз таки, говоря про отдохнуть, я точно так же, как я живу один, я не могу отдохнуть. И вот у меня выдались такие два дня, которые я еще и провел там с бабушкой, а у нее день рождения на следующий день, типа, после меня, у нее два топора, 77, типа, в седьмое число, у нее три топора вообще было. Вот так же, она джекпот вот так вот. Круто. Что, какие вообще планы на этот год? Планы на год? У меня очень хочу музыку. Есть такое. Очень хочу музло, потому что, потому что я могу выразить себя вот там полностью. самая тяжелая в этом, это написание материала. Вообще ноу-кап. Потому что, когда у тебя готов образ, когда у тебя готова идея, там, для клипа, например, или еще для чего-то, у тебя нет материала. Ты не знаешь, о чем будешь читать рэп. Да. Ну, не обязательно рэп. Может быть, я попою как мое. Да. Или что-нибудь такое. Но, в общем, да, очень тяжело. Но очень хотелось бы альбомчик какой-нибудь. Я вообще даже не знаю пока как, как и что. Потому что я даже не совсем углублялся даже в сведения. То есть, можно писать демки, но демки — это демки. Как говорится, их только слушать можно. Они выпускают. Да у меня вот, на самом деле, такая же история в последнее время. Мне, знаешь, как будто бы всегда была интересна музыкальная сфера, потому что я сам закончил музыкалку. Как бы у меня есть музыкальное образование. Я барабанщик. Вот. Но за установкой барабана не сидел с момента, когда я закончил музыкалку. То есть, прошло шесть лет, бро. Я ни разу не играл на барабанах после этого. И, ну, даже дело не в музыке, а вот, в принципе, всю жизнь нравился рэп, и я всю жизнь не понимал, как можно читать рэп. Типа, как ты из себя извлекаешь звуки, как ты понимаешь, какое слово тебе произнести в какой-то момент. Типа, как вообще текст писать, что это такое. Вот. И как будто бы, знаешь, вот в последнее время я начал все больше и больше у себя в голове как-то какие-то, знаешь, выдавать фристайлы. И мне самому начало нравиться от того, что у меня начинает немного получаться фристайлить. И, может быть, это выльется во что-то большее. Я, конечно, очень бы хотел. Я буду делать все для этого, да, то есть, как бы, мне тоже интересно вот эта вся музыкальная история. Вот, поэтому просто дело в практике, короче. Да. Без конца ты это делаешь. И вот есть такая очень хорошая фраза. В жизни для тебя имеет вес больше всего то, на что ты обращаешь больше всего своего внимания. И вот, типа, на что ты фокус держишь, то у тебя развивается больше всего. То есть, если ты там сидишь весь день в телефоне и нихуя не делаешь, то вот для тебя самое важное это получать твой дофамин сраный и как бы как амеба лежает на диване. А если там что-то больше для тебя интересно, то, естественно, у тебя получаться начинает то, что ты делаешь, там, снимаешь видосы или там музыку пишешь или что-то еще. Главное, короче, реально время уделять. И туда все будет. Вот. Но могу добавить лишь я хожу без наушников. Да ты че? Я, короче, вот поехал туда к отцу, я потерял кейс в такси от наушников и уже вот, ну, типа, почти месяц хожу просто без музыки. Но это это настолько сильно вкидывает мне всякие строчки, потому что я не слушаю какое-то чужое музло, а у меня уже генератор идет просто вот этих всего. Я только успеваю записывать. И, ну, конечно, лучше бы на микрофон сразу писать. но так, когда едешь там в Петро где-нибудь такой неплохо начитал такой чувак, я вообще я не понимаю, как можно ездить так долго без наушников. У меня просто очень часто бывает, я просто не представляю, как можно там, ну, у меня реально вот от наушников зависимость. Я не могу не пойти куда-то и не взять с собой наушники. Если я забыл наушники, я возвращаюсь, даже если я опаздываю. Даже если я вот очень часто было такое, что я в универ выходил намного позже, чем нужно, забывал наушники и мне было плевать, то, что я опаздываю на пару, я заходил за наушниками. Ну, вот у меня было так до того момента, пока я кейс не потерял. А потом, понимаешь, вся моя жизнь перевернулась и я больше не знаю, как мне жить так. Ну, может, ну, короче, знаешь, вот я в последнее время убеждаюсь все больше и больше, что все, что не делается, все к лучшему. Даже если ты чувствуешь, что произошел какой-то пиздец, который, ну, прям тотальный, тотальный, он к чему-то тебя приведет к тому, что тебе реально нужно. Вот, ну, я убеждаюсь реально в жизни то, что тут происходит именно так. Вот знаешь, вот какой совет, совет чисто вот мог бы закинуть, что вот если случается какая-то хрень, нужно пережить с ней день, а не типа, а не принимать какие-то решения сразу. Да. Потому что, когда ты уже пережил эту проблему с ней там какое-то время, ты ее уже много проще воспринимаешь, чем в тот момент, когда ты ее как-то получил, воспринял, вот первые твои реакции. Сто процентов. Ну, короче, надо просто работать, надо просто не оставить. Вот знаешь, недавно фразу записал, которая пришла мне в голову случайно. Какая? Просто что-то, короче, что-то произошло, очередная вещь, которая от меня не зависит, произошла в мою пользу. Вот это вот я рассказывал. И я просто понял то, что все идет, все будет так, как оно должно быть. нужно просто идти вперед а не сворачивать. Да. Если вот как только если тебе пришла мысль какая-то первая, ты должен действовать по первому решению, а не типа вот как только ты задумался на серьезную по поводу этого, все типа это минус. То, что первое пришло в голову, то самое трушное является. Точно так же, как мы сидели, закинул, я не помню, кто-то идея подкаст, типа окей, го, и погнали, сделали. Да. Типа мы не свернули там что-то делать, там еще что-то, а мы остановились на одной планке. И, ну вот, сидим здесь. Круто. Здесь я ловлю диареализацию. Да, на самом деле это очень, типа, интересный опыт. Я впервые на подкасте, и мне очень, типа, очень нравится. Я вот тебя хотел спросить, а вообще планируешь татухи себе делать? Слушай, вот, очень интересная тема. Пару дней назад пришел домой, кошечка моя подошла ко мне, начала мурчать, запрыгнула на меня. Я такой, бро, тебе уже, типа, 10 лет. Придет же день один, вот этот вот роковой день придет когда-нибудь, надеюсь, что не скоро, но он будет в любом случае. Тьфу-тьфу-тьфу. Тьфу-тьфу-тьфу. И я задумывался о том, чтобы взять, как-то сделать так, чтобы она наступила там на краску или чем-то хорошее, отпечатать ее лапки и набить ее просто себе, просто, бро. Я не знаю, как оставить, типа, частичку моей кошки у себя. Я хотел с лапой сделать, но мне пришла идея, типа, у меня есть куча фоток и просто фулл масштаб выделить место на теле и в цвете. Фулл масштаб? Фулл масштаб. Такую здоровую кошку себе набить? Ну да, типа, прикинь, она бы была вот пол там меня. Я вот, кстати, я тоже, я думал о мордочке просто. О, кстати, мордочка. Просто мордочка, чувак. Вот это, кстати, тема тоже. Короче, наверное, если я буду бить татушку, моя первая татушка будет, наверное, связана с моей кошкой. Ну, это кайф. И просто, знаете, мне хочется бить просто вот чтобы что-то. Хочется, чтобы каждая тушка что-то значила для тебя. У меня первая татуировка, как я ебу сам себе мозг. Нет, ну это нормально. Типа, видишь, это что для тебя значит? Я себя настолько заебал, что я пошел и набил двух чуваков, которые себя друг друга по яйцам бьют. Да. Там написано My Brain и Me. Ну, типа, видишь, каждая тушка должна что-то значить для тебя. Может, что-нибудь расскажешь? А, нет, ты кринжанул, но ты стыдобу не рассказал никакую. Стыдобу? Да. О май гад, бро. Вот стыдоба прям какая-нибудь. Стыдная история? Да. Я могу рассказать. Давай. Я один раз зашел в метро. Было очень много народу в вагоне. Так. И стоит чувак такой, типа, бьет меня по руке. Бьет, бьет. Я такой, типа, блядь, что за тема? Что за фигня? Типа, надоел уже, хорош. А он, типа, все пинается, бьет там. А потом, когда он останавливается на станции, вагон, и люди выходят, я вижу, человек больной. Бля. И я у себя в мыслях такой, типа, блядь. Чувак, это жестко. Вот мне стало стыдно. Ладно. Но это, знаешь, такой стыд по незнанке. Ну да, типа, ты не специально это делал, но видишь, опять же, нужно всегда, там, типа, чекать, чекать людей, с которыми ты взаимодействуешь хоть как-то. у меня тоже была стыдная история. Это был, это была арена Соха, то ли концерт Виз Халифы, то ли еще кого-то, то ли Смок Перп, который так и не приехал, бро, я отдал деньги за билет, Смок Перп не приехал, что за дело, бро? Не, ты не отдал деньги за билет. Купил билет, бро, за свою бабку. а это было, когда Тейп выступал? Да, вместе с Бульваром. Так, тогда же, по-моему, просто ВИПку дали. Мне ничего не дали, я просто за ваш стол пошел. Ну ладно, базар. Короче, я там жестко напился, мы взяли стол, вроде там алкоголь был, еще что-то, и я пьяный иду в туалет. В этом Соху иду только в туалет, вваливаю из туалета, начинаю писать. Писаю, 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 и вот так вот поворачиваю голову, открывается дверь, а там входит этот Леха Совко, блогер. Входит Леха Совко, я такой, нифига себе. Короче, продолжаю ссать, закончил ссать, быстро штаны надел, разворачиваюсь, такой, о, здорово, ты же Леха. Вот так вот ему руку тяну, типа, здорово. И он на меня смотрит, такой, бро, руку помой. Пиздец. Ну это... Я сразу такой, о, блин, извини. Я помыл руки, ушел. Это из разряда неловкости, скорее. А именно вот просто добавлю, но это вот ко мне скорее, да. Да не, у меня тоже стыдная история, пиздец. Просто я не знаю, насколько я уместно рассказывать сейчас. Рассказать? Ну можешь. Короче, это было относительно давно. Где-то мы, короче, это было не с нашей компанией, короче, я был на даче где-то. Мы жестко бухали. И когда уже все разошлись спать, ну я, естественно, тоже уснул и через час проснулся, я не знаю, примерно, наверное, через два, может, через два, я проснулся от того, что я очень хочу в туалет. И я, знаешь, это был, типа, для меня незнакомый дом. Это был реально незнакомый для меня дом. Я не знал, типа, где туалет. Или я был настолько пьяный, что я просто его не нашел. Скорее всего, я даже знал, но я не нашел. И я вот, знаешь, вот это вот состояние, когда ты супер бухой и ты только проснулся и у тебя просто, ты не понимаешь, ты как, знаешь, лунатик, типа. Вот ты реально не осознаешь головой, что ты идешь куда. Да. И я, короче, знаешь, что в моменте ловлю, я вот так вот ходил, ходил по дому, походу, и в моменте я себя ловлю на том, что я ссу в горшок, блядь, цветочный. Прикинь, нахуй. Я вот так вот, я как-то включаюсь, и я понимаю, что я ссу в цветочный горшок, блядь. И там уже, знаешь, настолько много воды, что из этого блюдца начинает вытекать и течь на пол. И я не осознаю этого, понимаешь, и все еще этого не осознаю. Я такой, блядь, почему течет, типа, что за хуйня? Знаешь, что было потом? Я просто поссал, и типа, пошел спать. И пошел спать, и потом, когда я проснулся, я вспомнил этот пиздец, и мне стало так стыдно. Я пошел, естественно, слава богу, все пока что спали. Я пошел, и все это дерьмо вытер, убрал. Кошмар. Просто пиздец, чувак. Ты что, это просто кошмар? Чувак, ты просто, прикиньте, я просто вот так вот как будто просыпаюсь, и я просто вот так вот смотрю, я в горшок. Но это жестко. Это, я не знаю. Это на самом деле жестко. Кошмар. Хорошо, что никто не увидел. Бро, если бы увидели, чувак, с одной бы, наверное, уже не общались. Богдан, какой у тебя самый интересный, жесткий респект был в жизни от какого-то известного, может, человека? Ну вот, приходит на ум одна ситуация. Я был на тусовке Бейсмент, и, ну, я был, как-то я попал в вип-зону, там, где все вот эти вот Элджей, Настя Ивлеева, там, Мелон Мюзик, иногда там был какой-то, и смотрю, Сода Лав стоит. А я знаю, что Сода подписан на мой ТикТок. Да ну. Да. Да ну. Да. И как бы у нас, мы ни разу не переписывались, ни о чем, просто знаю, что он смотрит, ну, знает меня, короче, в ТикТоке. и на тот момент я нигде не афишировал свое лицо, как бы у меня на аватарке ничего не стояло, и я такой, блин, подойти, может, сказать что-то, и я такой, знаешь, стою суть, блин, а что, а что если нет, и там я был с корешем, и он говорит, да подойди, давай, блин, скажи, вот, что-то, и он как раз начинает идти на меня, и я такой, ну, ладно, или сейчас, или никогда, говорю, эй, салют, он так, знаешь, типа на меня смотрит, такой, салют, ну, на отъебись говорит, и дальше идет, я говорю, я его остановлю, говорю, бро, прям на ухо ору, типа там музыка орет, я говорю, бро, ты на мой ТикТок подписан, я тот человек, который снимает со скейтами видосы, он такой, знаешь, в лице меняется, в секунду такой, это ты, такой, бро, капец ты талантливый, и вот так вот мне руку жмет, ну да, он понял, и я просто такой, вау, не, вот это, единственная сцена, блин, это круто, а если Морген респект кинул, я бы описывался, наверное, я его в Дубае видел, вот как раз таки, я же за этот год, сгонял, в две страны, бро, я был на Кубе в феврале, просто, отлет башки, и я был в Дубае, я жил целых два месяца, работал, в компании, проходил практику от университета, естественно, я мог пройти ее в Москве, но я, видишь, решил запариться, и полетел в Дубай, вот, там жил два месяца, работал в компании по недвижимости, полный кайф, и вот там, в один из дней, я увидел, прямо вот через меня проезжает вот эта вот Бентли Моргена желтая, я такой, блин, вот бы с ним пообщаться, как-то сконнектиться, отправил ему там что-то в директ, потом, какую-то, а, ну, конечно, никто мне не ответил, понятное дело, вот, но, да, вот с ним бы я пообщался, он прям в теме, я знаю, что он и на фингерборде кататься умеет, что бы ты сказал себе в детстве, вот, будь сейчас в возрасте, ты бы встретил вот этого парня, да вот, наверное, фразу, которую я уже тебе сказал, типа, не переживай, все будет так, как должно быть, просто иди вперед, никого не слушай, не сворачивай, вот так бы я сказал себе, интересно, а ты бы что сказал себе, если бы видел? Ну, вообще факт, то же самое, я думаю, потому что, ну, если бы я бы стал ему говорить какие-то напутствия, он бы такой, ты что за дурак? Да, 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 что за дурак? Душнишь, типа, отстань от меня, я хочу в роблокс поиграть. Йоу, я живу свою жизнь, типа, чувак, ты кто? Для меня мама не авторитет, улица мой дом. Ты живешь, как мамка скажет, я живу, как карта ляжет. Yes, 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 yes. Йоу, народ, спасибо всем, кто посмотрел этот подкаст. Со мной был Богдан Гришанов, он же Finger Hustler. Мне невероятно было тяжело дойти до этого момента подкаста и записать его и сидеть здесь. Я, правда, очень сильно нервничал. Это мое первое появление перед тремя камерами. Поддержите, пожалуйста, поддержите активом жестким. Я все-таки смог, и нет ничего невозможного, и этим видосом можно понять, что на самом деле, если ты будешь делать и будешь стараться, у тебя все в жизни получится. Богдан на то это пример. Человек, который просто взял, сделал, у него получилось, могло не получиться, но от этого он уже пошел дальше. Не возвращайтесь назад. Делайте то, что вам душа пожелает. Да, главное осознавать то, что время идет. И ставьте лайки, подписывайтесь на канал, колокольчики. Ждем розыгрыш байка. В комментариях вы должны, напомню, написать о своем детском увлечении, которое привело вас к дальнейшему развитию, которое помогло вам на становлении себя. Определиться в жизни помогло, которое. Соответственно, все, всем пока. Панки хуй.